Девушки отдыхают В Большоуковском подворье запах острой хвои. Тишина скупы остроги, тишина дозвона, Синь густая на дороге льется с небосклона. Синь густая на дороге льется с небосклона. Почти 300 лет назад село Большоуки появилось на карте Сибири. Правда, называлось оно тогда Рыбино. Советская власть активно переименовывала села без объяснения причин. Так в один прекрасный день 1933 года местные жители заснули в Рыбино, а проснулись в Больших Уках. Печально знаменита эта местность с сохранившимся участком Московско-Сибирского тракта, называемым еще Дорогой Смерти, по которой в Сибирь отправляли ссыльных. Сотрудники Большоуковского музея воссоздали атмосферу прошлого и проводят интерактив. В Кандалах уже прошли более 30 моих коллег, журналистов из России, Европы и Азии. Даже самый известный гастропутешественник Джон Уоррен проверил себя на прочность. Давай, давай, давай! Стреливай! Эй, ставь строй! Думаете, это новый вид туризма может быть? Да нет. Давай! Я бы, конечно, мог повторить их подвиг, но программа «Главный экспонат» рассказывает об эксклюзивных вещах. Мы не ходим проторенными тропами. Помочь найти истинный нераскрученный раритет вызвался Евгений Зензин, руководитель музея Московско-Сибирского тракта. А что же было на территории Большуковского района до строительства Московско-Сибирского тракта? Судя по данной карте, ничего не было, жизни не было. Это было царство зверей и птиц. И ничего не было, ни одной живой человеческой души здесь не было. Но как только был построен Московско-Сибирский тракт, сей край был оживлен, были построены первые деревни, первые почтовые станции, началась жизнь. В 1689 году вышел царский указ об учреждении пути, который соединит Центральную Россию с Сибирью. Однако строительство началось лишь в 1730-м. Красную ленточку по окончанию работы разрезали только в середине XIX века. Московско-Сибирский тракт стал самой длинной сухопутной дорогой в мире на тот момент и одновременно самым коротким путем, связывающим столицу с восточными окраинами государства. По тракту шел весь поток торговых перевозок из России, развивалось почтовое сообщение. По этому же пути предстояло прошагать осужденным каторжникам. Но об этом нам обещали рассказать позже. Сейчас Евгений Петрович готов представить целую серию интересных экспонатов, претендентов на звание главного. Давайте смотреть. В настоящем зале, где мы сейчас с вами находимся, удивительная выставка, экспозиция, посвященная энтомологическим коллекциям нашего теплоухого Владимира Юрьевича, бывшего работника лесного хозяйства, который увлекся экологией, природой, и в настоящее время представил уникальную экспозицию бабочек и насекомых. То есть это все они настоящие? Все настоящие. Все когда-то летали, жили, радовали глаз. А сегодня радуют наших туристов и посетителей. На выставке представлена самая большая бабочка на планете Земля, павлиноглазка Атлас. Но такие бабочки, конечно, в Большуковском районе не вводятся. В основном в Юго-Западной Азии. Представлен еще уникальный экспонат, самый большой жук на планете Земля. Название Геркулес. Обитает он далеко от Больших Уков, в Эквадоре, это Южная Америка. А сколько лет он собирал такую коллекцию? Практически всю жизнь он собирал. А есть, может быть, у вас какая-то, ну, своя любимая бабочка или жук, который лично вам нравится? Есть. Да? Вот удивительные бабочки из Дальнего Востока. Такие нежные и не верится, что такая красота может находиться в природе. Если бы вот у нас были, как такие бабочки летали, мы, наверное, просто-напросто можем потерять дар речи. Большуковский район почти полностью находится на заболоченных землях, поэтому преобладают здесь комары, москиты и стрекозы. Но здесь с ними скорее ведут неравный бой, чем рассматривают в качестве музейных объектов. А удивительные бабочки не местные, так что среди насекомых главный экспонат мы не обнаружили. Следующий зал называется «Зал Диорама», посвященный истории Московско-Сибирского тракта. Это основа основ, это начало-начал нашего района. Московско-Сибирский тракт – это самая длинная, сухопутная гужевая дорога на территории не только нашей страны, но и всего нашего земного шара. Начиналась дорога в Москве, а заканчивалась в китайском городе Калган. Общая протяженность почти 10 тысяч километров. И на участке Тобольск-Тара располагаемся мы. На территории всей Омской области остались последние 18 километров, которые живые до сих пор действуют, и время их не коснулось, не изменились. Как это все было при Ане Иоанновне, так и продолжает и быть. Сегодня там реконструированы черно-белые верстовые столбы. Эту часть тракта сохранить в первозданном виде было несложно. Местность эта труднодоступна, поэтому ничего и не растащили. Будто сама природа сберегла этот экспонат для нас. Протяженность была 10 тысяч километров. Вот сейчас люди, когда, например, едут из Москвы в Владивосток на поезде, уже тоже начинают плакать и говорить, как тяжело, как долго. А как люди шли по этому тракту? То есть на телегах ехали? Конечно, основной транспортной средств – это повозки были конные, да. И путешествие занимало большое время. Очень большое время. Дорога проходила по территории трех государств – это Россия, Монголия и Китай. Сам по себе Московско-Сибирский тракт. Он имеет более положительный эффект для развития нашей страны? Или есть у него какая-то черная такая сторона, темная сторона? Это судьба нашей страны. Не было бы дороги, не было бы, наверное, и нашей бы страны, если так вот подумать. Конечно, здесь было все. Это связано и с великими научными экспедициями, это связано и с обозным движением, и с почтой, и с торговлей. Но, конечно, была еще и трагическая страница в истории этой дороги, нашего государства – это каторга и ссылка. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОЕ По территории нашего района еженедельно проходили партии ссыльных кандальников. 100 километров Московско-Сибирского тракта, расположенных на территории бывшей Рыбинской волости, кандальники проходили за неделю. Шли в кандалах пешком, остановок в пути не было, потому что идти в кандалах зимой или летом зной было очень тяжело. Кандалы натирали руки, натирали ноги, образовывались язвы. И для того, чтобы кандальникам хоть как-то улучшить, облегчить участь их, им предлагали, когда они перекуривали, то пепел, сигарет, не выбрасывать, а этим пеплом присыпали раны. Конечно, в пути было очень много трагедий, очень много было смертей. И вот в нашей экспозиции как раз представлена такая картина, когда один из кандальников погибает в дороге, и Фельдти Игорь, который сопровождал эту партию кандальников, проверял их на зрачок. Если зрачок был расширен, значит человек уже отдал Богу душу. Все каторжники были на строгом учете. На каждом этапе надзиратели проводили обязательный пересчет. За каждого погибшего в пути приходилось отчитываться. Чтобы не вести тяжелое тело на себе, ссыльному попросту отрубали руки скандалами и везли их дальше. Это единственное доказательство его кончины. На обратном пути тела подбирали, если дикие звери не находили их раньше. Мы находили такие данные, что если партия выходила с Москвы, ну, например, в 100 человек, то до 4 доходило на счет 15-20. То есть все остальные погибали в пути следования. И грудь моя жарко объята тревогой За тех, кого жаждой изводит дорога, За тех, кто не выйдет к опушке из чащи, Вовек не увидит студенного счастья. Вот таких этапов-полутапов у нас было 6 на территории района. То есть это так называемая ночлежка, да, где останавливались ссыльные? На этапах разрешалось 2 ночевки и 2 дня, а на полуэтапах только ночевка. Можно я попробую заглянуть? Ой, как тут места мало и темно. На то и темница. А, темница, действительно, тут даже нет окон. Вот только единственное, вот эта маленькая решеточка. Да-да-да. Стены на этапах и полутапах были все исписаны. Каждый кандальник, который шел впереди, пытался оставить хоть какую-то информацию о себе. Вот мы одну надпись нашли в архиве и восстановили у себя в экспозиции. Машка, Гришка будет ждать тебя в Ачинске. Федька Босоногий шлет привет, а его уже нет. Пускай это знает в перекате поле. То есть, это возможность была передать сообщение следующему, так сказать, другу, может быть, даже родственнику. Да-да-да, как смска. Каторжные, как правило, имели вот такой вид, полголовы выбрита, а на лице у многих еще наносилось клеймо. Три буквы кат, что означало каторжные. А почему выбривалась половина головы? А чтобы сразу было видно. Такое одеяние было. На спине были либо пришиты, либо вышиты две буквы «СК», что обозначало ссыльный каторжный, и вот бубновый туз. Это, конечно, не украшение. Если в случае побега, чтобы легче было пристрелить вот этого несчастного. То есть, это, получается, мишень? Это мишень. Я, знаете, пожалуй, наверное, выйду уже, потому что не очень комфортно себя чувствую. Выходите, хотя к нашему недоумению это место вызывает восторг у многих наших посетителей. Странно. Странное ощущение, мне не очень понравилось. Пойдемте дальше, туда пойдемте зал декабристов. Так сказать, позвоним. Следующий зал у нас посвящен декабристам. Здесь совершенно другая атмосфера, другая обстановка. Связанная с дворянами, с молодыми образованными людьми, которые после выступления на Сенатской площади многие из них попали в Сибирь. До места ссылки через Большоуковский район прошло 52 декабриста. И только флегон Башмаков, разжалованный полковник артиллерии, отбывал каторгу в селе Рыбино, в нынешних Больших Уках. Каторжное положение не помешало Башмакову открыть школу для крестьянских ребятишек, на месте которой сейчас стоит современное. Бытует мнение, что сам Александр Пушкин оставил свой след в истории Больших Уков. А я смотрю, у вас и картина висит, да? С Александром Сергеевичем. Довольно интересно. Александр Сергеевич Пушкин читает Марии Николаевны Волконской свое послание декабристам во глубине сибирских руд. Стихотворение, посвященное своим друзьям, декабристам, которые находились в это время на каторге. Зная, что его друзья так далеко находятся от родного дома, в таких тяжелых условиях, он решил просто их поддержать, написав стихотворение. Но за ним тоже была организована слежка, и передать свое послание было довольно-таки сложно. И он договаривается с женами декабристов, которые отправляются в такое далекое путешествие. Рукописи Пушкина позднее привезет в Сибирь муравьева Александра Григорьевна. И в Чите, через чистокол Читинского острога, она все-таки передаст декабристам известное послание от поэта Пушкина, друга и товарища. Поэтому где-то, может быть, 15 минут, где-то полчаса, где-то полдня, но стихи Великого Пушкина находились на территории нашего Большоуковского района. То есть можно сказать, что получился такой некий акт почтовой передачи письма, да? Конечно. Вот в нашем зале еще есть небольшой уголок музейный, где как раз представлены атрибуты почтовой связи того времени. Это поддужные ямские колокольчики. Это настоящая своеобразная ямская гармонь. Колокольчики валдайские, слободские, нижегородские представлены на этой небольшой выставке. Это частная коллекция Соколова Владимира Владимировича, преподавателя Айовской средней школы. Он посвятил не один десяток лет сбору удивительной ямской гармонии. Разные напевы, разное звучание. Движение по Московско-Сибирскому тракту в 19 веке можно назвать оживленным, но почтовые тройки пользовались привилегиями. Роль синих проблесковых маячков выполняли поддужные колокольчики. Заслышав их, другие ямщики сворачивали свои подводы, пропуская почту России. Колокольчики сейчас пользуются большим спросом и просто так купить на каком-то рынке уже невозможно. Они в принципе все сейчас осели в частных коллекциях. Стоят они очень дорого, 40, 50 и более тысяч. И вот, можно сказать, буквально в последний момент ему удалось собрать достойную коллекцию поддужных ямских колокольчиков. Это коллекция настоящее сокровище больших уков, про которое можно снять отдельную программу. Но тем не менее, главным экспонатом Евгений Петрович считает старенькую радиолу, которую в музее отдал местный художник, поэт Геннадий Ефимович Давыдов. В середине 20 века офицер Давыдов служил на Байконуре и даже сделал несколько снимков перед вылетом Гагарина, как он сам потом говорил, проводил Юрия в космос. Стихи свои он посвящал родному краю и любимым женщинам, матери и жене. Сейчас он живет в Омске, а радиола осталась здесь, в залива созданного быта советской эпохи, как надежная хранительница памяти. А вот это, видимо, та самая радиола, да, о которой сегодня шла речь. Вы не ошиблись, на самом деле, да. Это радиола, раньше принадлежала Геннадию Ефимовичу Давыдову. Это подарок его жене Аннушке. Вот здесь даже еще можно прочитать надпись. Аннушке, любимой Аннушке 20-го, 08-го, 78-го года. Точно подписана, смотрите. Она действует. Можно послушать радио, это единственная точка в Больших Уках, где можно услышать, поймать любую радиоволну и можно послушать грампластинки. Кстати, большая коллекция грампластинок тоже передана нашим земляком Геннадия Ефимовича Давыдова. А чем это объясняется? Мистика, что именно вот эта радиола ловит радио в Больших Уках или чем-то другим? Наверное, все-таки техническими характеристиками. Все, что советское, оно все было надежное. Здесь можно было поймать различные радиостанции, и заграничные, и наши, советские. Послушать любимую музыку. Что самое интересное, до сих пор все это действует. Я уже сказал, что в Больших Уках нет радио. Единственная точка в музее, который может принять до сих пор любую радиоволну. А как дети реагируют на нее, когда приходят на экскурсию, что они говорят? И вот кажется, вроде немного времени прошло, это все жило с нами, все знакомо до боли. Но когда смотришь на детей, когда у них большие глаза, думаешь, боже мой, какие мы старые уже стали. И что наши дети уже смотрят как на что-то такое, что вот, ну, с какого-то другого мира к нам пришедшее. Раз Геннадий Ефимович передал этот экспонат, то есть наверняка он был меломаном, то есть любил слушать музыку. Ну, может быть, есть какие-то у вас воспоминания об этом? Так, если судить по коллекции, которую он передал нам в музей вместе с этим радиоволом, то наибольшее количество грамм-пластинок посвящено эстраде. Эстраде это и классика, и, как ни странно, это детские сказки записанные. Будет ли у нас возможность встретиться с ним лично? К сожалению, нет. Геннадий Ефимович проживает в городе Омске, и он болеет. Но сегодня к нам на встречу пришел его внук, Максим Дмитриев. Мы сейчас с вами можем попробовать запустить вот этот экспонат, оживить его таким образом и послушать музыку. Давайте попробуем. Давайте, хорошо. Так, и звук. И вот это. Если вы думаете, что музыка сейчас подложена на монтаже, то это не так. Вот этот звук хрипящий, когда сейчас все добавляют эффекты, чтобы создать его, он идет вот отсюда, из колонок. Несен. Максим, я рад с тобой познакомиться. Расскажи нам, какого он был у человека, что, может быть, ты помнишь о нем? Человек, ну, очень интересный, начитанный, самое главное, что я отметил. Беседовать с ним в одном – просто удовольствие. Очень старые истории. Я у него всегда интересовался, как же в детстве у него, какая природа интересовалась. Мне это было интересно. Он всегда рассказывал про рыбалку очень часто. Чем, кстати, я считаю, он, наверное, привил меня этому. Почему я любитель, ну, не спортсмен, просто любитель рыбака. А у тебя есть, вот, может быть, дома сборник какой-нибудь стихов, книжечки или там какое-то конкретное стихотворение ты помнишь? Ну, конкретных стихотворений я наизусть нет, но прочитывал многие ионы. А сборники, которые дядя Гена всегда выпускал, пишет, он всегда в первую очередь по одной книжечке каждого экземпляра, родственникам, близким, друзьям, знакомым. Всегда отличительная его черта была отдельно, каждому подписана. Максим, скажи, а ты, ну, когда вот к дедушке приезжал, часто он включал радиовую эту или нет? Ну, как бы особо-то нет, довольно-таки очень-то редко. В основном у него стояло плановое обычное, как бы, радио, а этот радиол он очень берег, он старался к ней, относился, ну, как к женщине, можно сказать, даже в какой-то степени. Потому что это радиола, это подарок его на жене, и когда тетя Аня, получается, ее не стало, он очень, ну, оберегал эту радиолу, чтобы она сохранилась полностью в том виде, в котором она была подарена. Ну, Евгений Петрович, давайте подведем некий итог, чтобы всем нашим зрителям стало понятно, почему вот мы сегодня, да, побывав в музее Московско-Сибирского тракта с большой историей, в которой кроется вот вообще идея развития, наверное, да, всего Большевоковского района, мы выбрали именно такой молодой, можно его так и назвать, экспонат. То есть, почему все должны поверить, что это действительно тот самый главный экспонат? Ну, во-первых, экспонат связан с таким интересным человеком, известным и в нашем районе, и в области он известен, это одно. А во-вторых, экспонат, он у нас говорящий экспонат, с помощью этого экспоната мы легко перемещаемся в старые времена, слушая старые пластинки, современные пластинки. Здесь можно послушать даже записи детских сказок, классику, собранная эстрада 60-х, 70-х, 80-х годов. Это не интернет, это не какой-то компьютер, холодный какой-то такой, да, может быть, не такой добродушный, не такой озлобленный. Это как родной человек, с которым можно посидеть, пообщаться. Вот такой волшебный экспонат. Здесь моя в разброс деревня, рубленные избы, дух ее живой и древний, не утратит лишь бы. К этим избам, к этой сине, сердце прикипело. Здесь мой дом, моя Россия, и любовь, и дело. Субтитры создавал DimaTorzok